рассмотрим сегодня изготовление бутовой флешки но мы будем использовать system rick сиди давайте его найдем у них по моему в последнее время изменилось название домена такое ощущение что у них увели домен старый и они перешли на новый вот это их домен тут есть описание как инсталлировать system risk сиди на флешку два варианта когда у нас загрузка из под биоса и когда мы грузим с уэфи ну тут такое небольшое шаманство ничего сложного но у нас флешка уходит вся исключительно под бутовый образ больше туда ничего не записать образ небольшой и флешка вся под это ушла сейчас мейнстрим делать загрузчик который цепляет источники то есть мы кидаем источник загрузчик его цепляет и мы с ним грузимся но наверное есть железные такие у залмана диски коробочки для дисков вы вставляете и он вот так же цепляет источники сейчас мы сделаем на флешке такой же загрузчик их несколько но вот самый один из простых и на данный момент он быстрее всех развивается потому что многие в ступоре эти загрузчики но сделали что-то что-то грузит и все остановили а этот китайский развивается достаточно интенсивно почему он должен развиваться потому что если бы все делали источники правильно то бы проблем не было а то источники делают совершенно ужасным образом и когда он грузится с коробочки типа вот которая залмановская там он просто эмулирует сидером то есть железно эмулирует сидером тут мы сидером не эмулируем тут мы хитрым образом цепляем ну вот давайте мы его скачаем download нажмем скачка идет это у него основная страничка а собственно все находится на гитхабе ну и вот давайте перейдем вот на гитхаб переходит вот релиз ладно под linux скачиваем вот у меня тут скачено давайте посмотрим вар вар так что ж такое-то пар тмп вот я скачал но f2 нажали z распаковали и вот тут вот собственно винтой ту диск создает нашу бутовую флешку вот я его запустил вот он написал как пользоваться какой диск у нас да давайте мы чернол контрол минус x минус f я вот сейчас вот выдернул диск флешку обратно поставлю флешку компьютер вот что это у нас написалось sdae у нас сдаи так sdae хорошо собственно нам под рутом придется все делать вы же понимаете для доступа нужно делать под рутом значит лук написал что-то ничуть не сработало так вот винтой запускаем а надо нам написать минус и install и дев sdae у нас было на самом деле у меня он там стоит винтой и он говорит вы можете проапгрейдить его или снести все и заново сделать но если у вас там стоит проапгрейдили да значит вот он сделал все проапгрейдил очень хорошо как у нас вообще этот диск выглядит значит давайте я подмонтирую наутилусом наутилусом вот винтой подмонтировал у меня поскольку апгрейдил там все осталось на месте вот апгрейдил осталось на месте значит ран media ран медиа винтой и тут вот одна папка собственно есть я туда положил системры сиди системы сиди скачал соответственно вот у нас тут системы сиди download и скачал последний вот он щелкнул по нему и вот он сейчас сам запустится скачивать скачал и скачал и соответственно закинул на нашу флешку вот на эту флешку закинул вот туда можно любой вставить фактически исочник список исочников которые поддерживаются вот списочек достаточно хороший ну и давайте проверим что все теперь это работает давайте я извлеку его ждем когда все можно безопасно извлечь вот я открыл виртуал бокс втыкаю обратно и попытаемся загрузиться значит ну внешняя флешка вы знаете просто так виртуал бокс не цепляется для того чтобы она цеплялась мы должны сделать файл вот usb vmdk но фактически это vmdk это у нас некий контейнер который кроме имиджа задержит описание вот тут описание привязано к нашей флешке и при работе с этим файлом у нас просто будет цепляться флешка ну вот давайте посмотрим настройках как это я подключил его как диск естественно если вы будете с ним работать вы должны проверить что вы сами находитесь в группе диск иначе вам доступ к флешке не дадут вот у нас usb mdk вот он подключил как диск у нас как второй диск будет при загрузке это демонстрация это просто чтобы вам показать как работает вы работаете на своем компьютере я выбираю этот второй диск пошло загружаться вот винтой значит тут у нас это bios загрузка вот она так выглядит значит системы сиди раньше был на основе генту сейчас на основе арк linux на общем тут он не загрузится у нас поскольку он должен подключить сам имидж а а он его тут не увидит но зато он загрузится я уверен в режиме уэфи но сейчас все компьютеры у нас идут в уэфи режиме давайте тут включим уэфи режим и запустим тут нам даже выбирать не понадобится он сам вот он сам ухватил единственный работающий имидж и подхватил его значит видите он с названием то есть все источники которые вы сюда положите они будут бутиться значит вот групп понятно потому что у нас уэфи там у нас был сис linux загрузчик когда в bios а когда мы в уэфи моде грузится групп давайте запустим значит естественно в уэфи вы должны грузиться сейчас на современных bios загрузка это все для совместимости для устаревших машин поэтому это самое оптимальное то есть выбираете загрузку через уэфи значит если вы через уэфи грузитесь отключайте все таки secure boot поскольку вот этот загрузчик опять же поддерживает secure boot но через раз скажем не всегда поддерживает иногда поддерживает это что у нас тут еще это вот все он читает грузится нужно учитывать что преимущество этой флешки в том перед диском как я говорил у меня есть диск он эмулирует сидером грузит любой источник который бы загрузился в сидероме без всяких проблем без всяких шаманств а недостаток тот что с него не всякая машина будиться к сожалению то есть вот у меня проблемы с юлитовскими серверами возникли что то тут он задумался подождем должен загрузиться значит а вот флешки должно грузиться больше машин я думаю все должны грузиться с флешки что то не сработало давайте мы еще раз запустим выключить машину запустить заново да вот пошло арк леникс пишет он сейчас на основе арк леникса делается так ну это оно это для значит что у нас тут можно тут мы старт x можем написать чтобы иксы загрузить но чтобы графическими программами работать например конечно г-портет графический портет удобнее чем консольный портет думать совсем не надо тут mc есть что-то у нас есть тут у нас есть сразу сеточку он поймал так ну и можно ssh запустить если вы на какой-то машине запустили и снаружи на нее хотите войти давайте мы сначала сделаем пасворд для рута 1 2 3 4 5 6 чудесный пароль значит и теперь system control статус sshd он уже работает тут его и запускать не нужно давайте мы ssh localhost host ну рут локал хоста подцепились пароль вот чудесно мы зашли как бы с другой машины по вот этой чудесного айпишнику но этот айпишник у нас получается из-за нашего любимого вертал бокса как видите все нормальная система control d вышли да так и у нас старт x давайте мы запустим чтобы посмотреть как это выглядит все в консоли можно делать пожалуйста без проблем но кое-что приятно делать в графическом интерфейсе ну вот все как видите вот у нас загрузилась консоль к для портет ну и всех все всякая другая фарфокс пожалуйста ну вот и дальше вы можете делать все что угодно естественно вы можете кинуть какие-то другие имиджи но тот же самый windows например или какой-то убунту и ставить на машину с этой флешки я собственно рассматривал с точки зрения риск флешки любой дистрибутив там дистрибутивы есть для делания имиджев и так далее в общем все что хотите это вот новый путь наш делание флешки чтобы бутило сисочникова вот пробуйте может быть вам понравится